Это ж какой-то всё невероятный пиздец эпических масштабов, на которые весь мир смотрит в шоке. Хренов реконструктор, которым оба с картонным мечом в Ланнистеров со Старками играть, затянул в своё воображение целую страну. Что ты, блядь, несёшь? Какого хрена ты делаешь? Какие, блядь, новые территории? Ты вообще в каком году живёшь и что думаешь захватить? Руины? Но захватил. Пока. Пока не вышибли тебя, дурака, даже с них. А дальше что, светлейший ты князь полухерсонский и недозапорожский? Ты зачем в дом ракеты стрелял, мудила? Мало руин тебе? Так съезди в Архангельск. Там жилой фонд из сталинских бараков скоро рухнет на жильцов безо всяких бомбёжек. Думаешь о божественном вмешательстве? О том, что сейчас тебе дадут холодную зиму и Трампа на троне? Не гневи бога, моль ты, канцелярская. Тебе всё отдали. И киевский набор для строительства самой лучшей страны на свете. Бабло, спокойствие внешнее и внутреннее. Никому столько не давали. А ты взял из набора доски и пошёл бить соседа по голове. Если бог существует, то он сидит в таком ахуе, что не может поверить своим глазам. Что из таких конфет, которые сыпались тебе с неба во все места, можно было сотворить такое. Каких храмы? Император ты хренов. Императоры жили во времена императоров, а ты сраны ничтожества, которая решила, что схватила судьбу за яйца, и ему всё сойдёт с рук. При Петре Первом ты, мудила, разносящий всё, что он строил, прямо на глазах, пошёл бы уже пешком в Сибирь. Землю он одной рукой захватывает, а другой власть уголовникам отдаёт. Всякое в нашей стране на троне сидело, но такое самозабвенное мудила ей богу впервые.